Всем привет, с вами Дэйн и у нас сегодня на обзоре новинка от Union Glass Hütte Белиссар Хронограф И знаете, я когда увидел эту модель вживую, я сразу подумал Зачем же я выпустил свой топ 10 часов так рано? Потому что реально, по-моему, эта модель достойна того, чтобы войти в этот топ 10 Но, как говорится, что сделано, то сделано А сейчас давайте поговорим об этой новинке Это, конечно же, в стиле автоспорт, винтажные часы И здесь очень много таких прям вкусняшек, о которых так и хочется рассказать Но давайте начнем все-таки, наверное, с механизма Здесь внутри стоит UNG2701 Это глубоко доработанный ETA 7750 Часы, минуты, малосекундная стрелка Функция стоп-секунды, естественно Хронограф Счетчики у нас здесь 30-минутные И 12-часовой счетчики Это у отметки 3 часа и у отметки 6 часов Соответственно, большая дата у отметки 6 часов Индикатор даты у окошки И запас хода 60 часов 28-800 полуколебаний в час Корпус из нержавеющей стали 316L Боковые элементы здесь привинчиваемые Это стальные Вот у них есть линейка Белиссар, да, где дайверы А здесь линейка Белиссар И здесь хронограф И, как видите, здесь немножко по-другому решили сделать Не каучуковые накладки А стальные Ну, для винтажных часов, конечно же, это Более правильно И здесь это больше подходит по стилю Ну и смотрите, какая красота Да, безусловно, сапировое стекло И спереди, и сзади С двусторонним антибликом Поэтому, даже несмотря на то, что сейчас здесь яркий искусственный свет Мы не видим практически здесь бликов Но самая вкусняшка здесь, как мне кажется, это, конечно же, циферблат Слоновая кость здесь, да, вместе с черным И, смотрите, у нас вот внутреннее Вот это вот кольцо, как бы, черное Оно стоит немножечко на подиуме Как будто Не знаю, передаст это камера или нет Но вживую этот эффект ощущается То есть, внешнее кольцо тахиметра слоновой кости Оно чуточку ниже и немножечко идет вниз Это вот как вот в винтажных часах сделали Здесь прям вот постарались, проработали Момент очень интересный Часовая винтонная стрелка с люминесцентным покрытием Потом покажу Водозащита 100 метров И цена в ритейле 2370 евро Ну и, конечно, вот эти контрастные манежи Счетчиков-хронографа Поэтому здесь у нас получается частично такой циферблат Типа панда Ностальгический шарм, конечно же И сразу в память приходят какие-то старинные автомобили Ретро стиль, может, где-то 50-х годов Когда именно вот так вот все Хром, да, когда был Когда старались отделку красивую делать И, ну, собственно, из тех времен и идет, например Наверное, самый популярный или даже самый известный, да Хронограф Это Rolex Daytona И вот этот стиль чем-то мне вот очень сильно напоминает Union Именно вот тех автомобилей Но мне вообще нравится автомобильная тематика Автомобильные хронографы И особенно вот в винтажном стиле Потому что, как правило, именно в винтаже стараются проработать циферблат максимально И здесь, как мы видим, очень много мелких деталей Но при этом считываемость на высоте И мне нравится решение, что они сделали контрастные счетчики именно хронографа А основная секундная стрелка, она, собственно, находится в отметке 9 часов И можно ее легко считывать, если вам это, конечно, требуется Никаких накладных меток здесь нет Опять же, по лекалам 50-х Ничего не бликует, ничего не отвлекает Для автомобильных часов это понятное решение И, собственно, с точки зрения именно выдержанности традиции Это тоже правильное решение Поэтому, мне кажется, здесь все очень хорошо сделано И Union, кстати говоря, выступает партнером различных мероприятий Связанных с ретроавтомобилями Поэтому для них эта модель как раз в тему зашла И в целом, знаете, винтажный дух здесь есть Но при этом размеры вполне себе современные И я бы не сказал, что часы явно винтаж Да, дизайн циферблата Но в целом они не ощущаются какими-то такими устаревшими, можно так сказать Поэтому здесь хорошо соединяется именно ретро и современность Ну и на этой новости, конечно, самое время посмотреть Что у нас здесь по размерам 44 практически по корпусу Да, 44 Высота 15 Но нужно учитывать, что стекло Чуть-чуть возвышается над корпусом Я надеюсь, это передает камера где-то на миллиметр-полтора, наверное И несмотря на то, что базовый механизм здесь ETA 7750 Удалось сделать корпус не таким высоким И это круто Так, 21 у нас по 22, да, по ремню И от ушка до ушка 51,5 При этом еще есть и водозащита в 100 метров Поэтому, мне кажется, вот это классно Заводная головка не завинчивается Но для 100 метров это, в принципе, и достаточно Ну и как для хронографа тоже Так На винтах у нас задняя крышка Опять же, красиво сделано Практически все Зеркальное Да, то есть у нас такой толстый ран зеркальный Сатинирование на ушках Зеркальные, опять же, боковые части И здесь вот именно есть и различия То есть зеркальные накладки и ушки с сатинированием Так, ну и красиво отделаны Механизм синеные винты Ротор с прорезами классический Для Union И опять же, такой винтажного плана Серый ремешок Ну, он отлично сочетается с этой моделью Хотя, опять же, я думаю, что здесь Можно много чего попробовать с этими часами И натовский ремешок И черный, наверное И разные цвета И слоновую кость подобрать То есть В общем, были бы часы А Ремень под него подберем Но мне кажется, базовый ремешок Очень хорошо сочетается Потому что он на себя внимание не отвлекает И Выделяет как раз вот этот красивый циферблат И красиво подобранные Цвета на циферблате У меня запястье 18,5 Как видите, модель немаленькая Учитывайте обязательно этот момент Особенно то, что здесь ушки достаточно длинные Как мне кажется, на, наверное, 19 19, 19 с небольшим Это будет шикарно сидеть Если 18, то, наверное, уже будут часы великоват Ну что же, давайте посмотрим макро-видео А потом будем подводить итоги Ну давайте рассматривать циферблат Вот она, крупная дата Манежи Посмотрите Какая структура циферблата Очень красивые шрифты, да? А тут цифры 8, 7, 5 Подобрали специальный шрифт необычный Манежи красивые Фактура различается на манежах И на основной части циферблата Ну и отделка стрелок здесь, конечно Ну здесь все очень круто Приятно смотреть макро Знаете ли, когда нет косяков Так, заводная головка Пушеры У них, кстати говоря Уже классикой, наверное, становится этот пушер Старт и сброс хронографа Немножко напоминает гаджеты Но, мне кажется, интересное решение Оно отличает Union от других производителей Кстати говоря Вот специальная здесь у нас кнопочка Которая отвечает за дату Ну и механизм Я всегда говорю Когда у вас есть что показать Делайте прозрачную заднюю крышку Когда нечего Лучше делайте гравировку Вот здесь есть что показать Что хочу сказать по итогу Мне модель очень понравилась Мне нравится такая стилистика Мне нравится, как проработан циферблат Как здесь вот эти вот исторические нюансы Хорошо сочетаются С современными крупными размерами корпуса И, безусловно, часы не маленькие Этот момент обязательно учитывайте Если вы их подбираете Но если вы обладатель достаточно крупного запястья И вы любите винтажный стиль Автомобильный стиль То, конечно же, смотрите на эти часы Они вам, я думаю, понравятся Не забываем ставить царские лучшие На YouTube лайки Я на этом с вами прощаюсь Всем пока С вами был Дэн Увидимся 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok